Минут пять, наверное, молчал, а потом заплакал и сказал, «Я никогда не слышал подобного совета». Чем взрослее становится, наверное, тем больше осознает необходимость Отца. У Иисуса был духовный Отец, Его Отец на небесах. Зачем мне человеческие посредники? Мы можем говорить на любую тему, и Он может задать вопрос в любой области моей жизни. Вы представляете, что произойдет? Когда я уйду, к вам придут лютые волки. Как вы можете судить, вы не знаете, что во мне. Апостол Павел в первом послании к Оринфинам говорит такие слова. «Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Друзья, сегодня мы говорим об отцовстве, о духовном отцовстве. И сегодня со мной в студии пастор Евгений Шакирьянов и епископ Виталий Максимюк. Есть пастырь, который ведет церковь, а есть духовный отец. В моей жизни есть духовный отец. И духовный отец, он очень подобный обычному земному отцу. Апостол Павел говорит Тимофею, что чтобы успех твой был очевиден. То есть это все сферы жизни. Это не только чтение Библии, молитва, церковь, общение с Господом, духовный рост. Это и здоровье человека, это и семья человека, и финансовая сфера человека, это и работа его, и отдых его. Это все сферы, 360 градусов, все сферы жизни. И духовный отец, он смотрит на жизнь в балансе, как бы во всем объеме. И его задача, чтобы успех этого человека был очевиден. В этих отношениях нет такой темы, которая была бы для него, ну, не его темой, запретная тема, да? Но это отношение духовного отца со своим духовным сыном. Когда я приезжаю на встречу с моим духовным отцом, и когда мы несколько дней вместе проводим, он задает мне все вопросы. Он хочет знать обо мне все. И он может сказать мнение на любую тему, в любой полости твоей жизни. Он скажет. И я прошу его прокомментировать. И я ему сам рассказываю. Так что он иногда устает. Ему 81 год в этом году. Он иногда устает просто. Я ему снова рассказываю другую ситуацию, третью, пятую. Мне очень ценно его мнение. Скажи, что ты думаешь об этом. Но при этом ответственность за то, как ты поступишь после этого на тебе. Она на мне. Пастор Евгений, хочу тогда вот из связи задать вам личный вопрос. Пастор Виталий, это ваш пастор. Уже не один десяток лет. Существуют ли какие-то сферы вашей жизни, на которые духовная власть пастора Виталия не распространяется? Либо таких сфер не существует? Пастор Виталий не тот пастор, которого назначили в моей жизни. И вот я просто смиряюсь, и вместе с ним иду путь. То есть он также и мой духовный отец, которого однажды Бог использовал, чтобы привести меня ко Христу, привести меня к Богу. Поэтому для него нет какой-то темы, которая была бы запретная в моей жизни. Мы можем говорить на любую тему, и он может задать вопрос в любой области моей жизни. Что он и делает, в общем-то. Периодически. Да, для меня честь. И за что я очень благодарен. Пастор Евгений, да, для меня честь. Просто служить вместе с тобой. И не только служить, просто жить. В этом разница, что духовный отец проживает жизнь с человеком. Понимаете? То есть сегодня в наш век технологий, там, как здесь апостол Павел говорит, что будут избирать себе учителей, которые вестили бы слуху. Это означает, что можно просто взять тема, которая вас интересует. Вы взяли эту тему, взяли там на Ютубе, нашли проповедника, который вам нравится. Послушали, что-то получили, что-то не получили. Не понравилось, другого взяли, третьего взяли. И так профессионально можно как бы и тему знать, и остаться внутри себя тем, кем есть. И есть сферы, которые вы никому можете не открыть. И никто никогда не узнает. Какая-то тайная жизнь может оставаться, спрятанная. Настоящая духовная власть, как в церкви мы видим, духовное отцовство. Там по-другому, там открытость есть, и там подотчетность есть, и там вдохновение настоящее есть. Интересно, у Иисуса была такая подотчетность перед отцом. Поэтому он слышал это слово, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Я называю это в моем переводе, это ты умничка, ты просто золотой. А вот если просто так вот взять и так бросить такое слово, ты умничка, ты золотой, у тебя все получится. А вы скажете, чё к чему? Чё он знает? Знает мой внутренний мир? Знает мое барение? А Небесный Отец, когда Он говорил эти слова, Он знал. Не было ни одной сферы, которую Иисус бы прятал перед Своим Небесным Отцом. Он был открыт. И Отец вел его по жизни. И когда Он утверждал его, это было утверждение. И похоже, что Иисус чувствовал на себе ответственность, чтобы Отец знал его сердце. И поэтому Он шел ночью и молился, и на самом деле открывал свое сердце перед Отцом. А Отец в определенное время как раз давал определение этому сердцу. Когда Иисус вышел из крещенских вод, то услышал голос, «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть Отец оценил сердце Своего Сына. На сегодня, мне кажется, нередко можно видеть совершенно другую картину. То есть духовный сын или духовная дочь предъявляет претензию своим духовным родителям и говорит, «Да вы не знаете, что во моем сердце». Как вы можете судить, вы не знаете, что во мне? Как бы складывается такое впечатление, что как будто духовные родители должны приложить какое-то усилие, чтобы все-таки высмотреть, что же там в этом сердце. И как будто на них эта ответственность, чтобы прям вот как бы разобраться в этом сердце. А вот в отношениях Иисуса с Отцом я вижу ровно другую противоположную картину. Иисус имел на себе ответственность, чтобы Отец знал, что там в этом сердце. А Отец давал определение. Не Отец ходил за Иисусом, чтобы, ну что же с тобой, сынок, сегодня там у тебя все хорошо. Вот нигде не видно какого-то подобного поведения. Но видно, что Иисус, как бы Ему тяжело не было, Он шел в молитву, Он шел в отношения к Отцу и прилагал для этого старания. В этом моменте наши зрители, ну кто-то из зрителей может взять то, что вот мы сейчас слышим, и сказать, к чему мне Духовный Отец? Бог мой Духовный Отец. У Иисуса был Духовный Отец, Его Отец на небесах. Зачем мне человеческие посредники? Я тоже исповедуюсь Богу, Который на небесах. Я открываю свое сердце. Бог знает все, что в моем сердце. Не к тому, что, ну, кто-то может и использовать таким образом эти слова. То есть, а зачем тогда человеческий посредник? Посредник для того, чтобы общаться с Богом, не нужен. Мы не говорим о том, что роль Отца — это быть посредником между Богом и человеком. Есть только один посредник — это Иисус Христос. Но мы говорим о мудрости. Мы говорим о том, как вести войну в жизни. Мы говорим о том, что нам не так много лет на земле уделено. Семьдесят, восемьдесят, как Библия говорит. Кто-то больше, кто-то меньше. И за эти годы можно сделать намного больше. Иисус говорил, я хочу, чтобы вы принесли много плода. Но я осознаю, что для того, чтобы принести много плода, нужен и старт другой. И во время вот этой гонки, как апостол Павел говорит, что все бегут, марафон, и я бегу, бегу так, чтобы получить. Необходимо в действительности много советов. И мне необходим тот, кто пробежал передо мной. Ведь Отец Духовный, он более зрелый. Он может с позиции уже опыта и мудрости, и понимания ситуации подсказать, дать совет. Это благословение. Это необыкновенное благословение. Каждый раз, общаясь с разными людьми, я чувствую, что я другой. Ну, искренне, так как есть говорю. И особенно это раньше так сильно ощущалось, потому что в 90-е годы, в начале 2000-х годов, так много было служителей, у которых не было отцовства. И они вот, они искренние, они горят, они хотят горы свернуть, пробуждение, верят, что Бог пошлет пробуждение. Но они делают столько ошибок, типичных, обычных. Им никто не подсказывает. Они даже не знают, кто может подсказать. От них чего-то требуют все время. Им нужно быть все время на высоте, все время в форме, все время давать слово. А нет этого слова. Потом начинается так по плоти все, потом ошибки, потом они сгорают и на обочине. В чем ошибка, в чем беда? Где духовные отцы, наставники, которые поддержат? Относительно недавно я дал совет одному пастырю, служа ему, и я сказал, если ты прислушался бы, то я бы тебе посоветовал бы взять минимум год и просто уйти со служения. Молиться Богу и передать служение. И этот год использует для того, чтобы ты восстановился. Он замолчал. Минут пять, наверное, молчал, а потом заплакал и сказал, я никогда не слышал подобного совета. Я даже подумать не мог об этом. Речь идет о том, что в действительности он смотрит со своей позиции, он бежит, он верный, он трудится, он старается, но он даже не подозревает, что внутри его уже просто все, уже все он выгорает, он уже сдувается. Ему нужно просто в сторону, как запасного игрока, чтобы он привел себя в порядок. Это духовное отцовство. Духовное отцовство – это благословение. Если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то многие люди, которые таковыми не являются, они заявляют о себе, что они духовные родители. Мне очень нравится, как Фрэнсис Чан сказал. Он сказал, западная церковь, американская церковь. Совсем недавно, буквально месяц или два назад вышла его книга, последняя его книга, где он говорит об азиатской церкви. И он говорит, трагедия западной церкви состоит в том, что мы приучили людей к комфорту. И мы совершенно исключили из наших проповедей мысль о страданиях и гонениях. Она звучит нелепо, даже если мы пытаемся в нашей проповеди об этом сказать, она звучит как-то абсолютно как с другой планеты. О каких страданиях ты говоришь? Когда у меня вышел из строя кондиционер, вот мое страдание, мне жарко дома, вот мое страдание. Когда машина не едет как нужно, вот мое страдание. И он говорит, я дам один только совет. Поменяйте учителя или поменяйте церковь или пастыря. Если в вашей церкви или ваш учитель, ваш наставник не говорит вам всю правду, не готовит вас к тем временам, которые будут в будущем, найдите себе учителя, который говорил бы истину Божию, чтобы вы были подготовлены, и чтобы вы выросли духовно, а не оставались младенцами. Что бы вы посоветовали человеку, у которого нет духовного отца? Но сейчас слушает, он понимает, да, наверное, мне нужен такой человек, такой служитель, но где его взять? Он же не свалится с неба. У меня два совета. Первый из них – молиться, просить у Бога и искать. Господь может дать. И второй – так часто бывает, что роль отцовства играет не один человек. Три, четыре, пять. И какую-то часть отцовства этот человек может получить в своей церкви. Какую-то часть отцовства он может получить, допустим, через тех, кто жил, до него написал книги, оставил учения, и там столько мудрости, глубины. Какую-то часть отцовства он может получить, когда он дистанционно общается с другим человеком и открывает свое сердце. То есть не всегда отцовство выражено в одном человеке. Так часто бывает в жизни, что у многих людей нет духовного отца. И это не должно остановить их в духовном росте. Они должны все равно искать Бога, учиться поступать по духу, слышать голос Божий и получать это отцовство через разных людей и разные ситуации. Бог, наверное, часто так именно и делает, не давая славу просто какому-то одному человеку. Он на самом деле использует разных людей, чтобы созидать нас. Даже вот в устройстве церкви в постановке Ефесяна мы же читаем, что он поставил целую команду. И нигде в Новом Завете не видно, чтобы акцент делался на каком-то человеке, на каком-то даре одном. Целая команда апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя. Целая команда для, как раз написано, для созидания тела Христова. Чтобы все пришли в единство веры и в меру полного возраста Христова. То есть это невозможно сделать одному человеку, поэтому даже нормально, я думаю, так Бог устроил церковь, чтобы человек мог расти под влиянием разных служителей. Если я правильно вас понимаю, то каждый христианин, который хочет возрастать в Боге, в познании Бога, нуждается в духовном отце. И вопрос, а каждый ли христианин призван быть духовным отцом? Каждый из нас должен прийти к зрелости духовной. Это задача. Вот почему мы на земле, и Иисус не забрал нас после того, когда Он нас спас. Для того, чтобы приготовить нас, квалифицировать нас к тому будущему царству, в которое мы с вами войдем. Потому что в десятилетнем царстве мы ясно читаем, где Иисус отдает одному человеку управление пять городов, другому десять городов. То есть там мы будем уже применять то, чему мы научились на земле. Задача каждого человека прийти к духовной зрелости, живя здесь, на этой земле. Не как разбойник, который перед смертью смог сказать, Господи, помяни меня, и он спасся. Но он спасся, но апостол Павел говорит, как головня из огня. То есть ничего, нету никакой ни зрелости, ни плодов в жизни его. Он просто по милости спасен. И все. Наша задача на земле использовать это время, которое Бог нам дал, для того, чтобы мы духовно выросли, чтобы мы были зрелы. Удивительно. Апостол Павел показывает разницу. Между дарами в церкви и между духовным отцом. Причем очень ясно говорит. Он говорит так. У вас много наставников, но немного отцов. И потом прямо указывает на себя. Он говорит, я родил вас словом благовествования. В другом месте он говорит, также описывая этих людей, ну не этих людей, других, но он там использует такие слова. Он говорит, ревнуют о вас нечисто. Ревность сама по себе это очень хорошее качество. Ревность это как страсть по Богу. Ревность о церкви. Ревность о том, чтобы что-то происходило в Доме Божьем. И приходит отец духовный, и он смотрит, и он говорит, ревнуют о вас. Нечисто. То есть есть какая-то выгода, корысь, какой-то интерес. Мы находим еще один момент из жизни апостола Павла. Он собирает служителей из Ефесской церкви и проводит свою пастырскую конференцию, пожалуй, последнюю, потому что после этого мы знаем, что он пошел в Иерусалим, и после этого он был арестован. И уже никогда не был на свободе. И он говорит, когда я уйду, по отшествии моем придут к вам лютые волки, которые не будут щадить стада. Из вас самих восстанут некоторые, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. В нашей синодальной Библии мы не видим, вот там есть момент эмоциональный, но в подлиннике там стоит слово, которое используется только в случае, когда автор хочет выразить эмоцию, причем крайнюю эмоцию. Причем эта эмоция такая, когда мы, значит, описываем человека, который выходит из себя, который кричит, который хочет что-то сказать или трясет какого-то другого человека. И именно это слово стоит там в том контексте. Другими словами, мы имеем такую картину. Стоит апостол перед пасторами, служителями и выходит из себя, кричит. Может быть, там в каком-то, ну, типа как экстазе, в каком-то гневе, в святом гневе. И он говорит, вы знаете, что произойдет? Вы представляете, что произойдет? Когда я уйду, к вам придут лютые волки. Скажите, мы увидим что-то подобное просто в наставниках, в учителях? Вот в чем разница. Духовный отец – это человек, который болеет. И апостол Павел говорит, я плачу с плачущими. Радуюсь с радующимися, которому есть дело до другого человека. И как он пишет Тимофею, чтобы успех твой был очевиден. Вот задача моя. Чтобы ты в действительности достиг совершенства, мудрость была во всех твоих решениях, в поступках, во всех сферах твоей жизни. Чтобы ты был благословен. И другие со стороны, смотря на тебя, сказали, вот его успех. Он очевиден. Вот это чистая ревность настоящего духовного отца. К чему может приводить христианина отсутствие духовного отца в его жизни? В принципе, как такового? Его просто нет. Вопрос даже не в том, что его просто нет. Вопрос в том, что есть ли такова потребность. Устроен ли так человек, что он в своем сердце, в своем внутреннем мире уделяет определенную часть своей души для того, чтобы получить совет от более зрелых людей? Чтобы за него помолились духовно ответственные люди. Это равно подотчетность? Или это разные понятия? Подотчетность – это когда у человека есть его пастыр. А духовная зрелость и советы могут вытекать или приходить от разных людей. Поэтому это немножко разные вещи. То есть, я подотчетен своей духовной власти. А мудрость я получаю от разных людей. Я ищу ее. Написано, Бог говорит, если ты излечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. То есть, много разной информации вокруг нас. Огромное количество информации. Но среди всей информации есть голос Божий и есть премудрость Божия. И мы должны научиться выделять это и принимать это. Поэтому, то есть, вопрос в том, что когда у человека нет этой потребности, он считает, что только Бог ему что-то открыл и сказал, он разочаруется очень скоро. Он придет к банкротству очень скоро. Потому что мы нуждаемся друг в друге. Бог так разместил церковь, так сделал, так устроил ее, что мы нуждаемся друг в друге. в том, чтобы друг от друга получать заботу и мудрость Божия течет от одного человека к другому. Поэтому Бог не сделал одиночек в церкви, в царстве своем. А он всех нас завязал, так сказать, в одном едином организме, разместив каждого на то место, которое он определил. и мы нуждаемся друг в друге. И есть более зрелые, духовно зрелые люди, и мы учимся у них. Поэтому отсутствие таковых приведет к целому ряду ошибок, к большому кругу, когда человек вместо того, чтобы, допустим, добраться из Новосибирска до Москвы, добрался вначале в Хабаровск, не в ту сторону, потом куда-то на север, там, в Норильск, потом куда-то на юг, там, Краснодар, а потом, наконец-то, он добрался до Москвы, при этом в три раза, в четыре раза больше потратил времени и сил, и энергии, и денег. Если добрался еще. Если добрался еще. Не всегда я мог ценить присутствие Отца Духовного в моей жизни. Я думаю, это похоже на физический просто возраст, когда детям сначала хочется все делать по-своему, что-то, их строят, их ограничивают в их деятельности, их еще наказывают потом. Я думаю, в духовном возрасте примерно такие же этапы происходят. Сначала тебе так не хочется слушаться, а еще когда приходишь из этой мирской жизни, ну, много есть, в чем надо меняться. А потом человек подрастает, и чем взрослее становится, наверное, тем больше осознает необходимость Отца, необходимость Его присутствия в жизни. Все больше и больше начинаешь оценивать, насколько это здорово, насколько это Божья милость и благодать в моей жизни, что у меня есть Духовный Отец. И наряду с этим я понимаю, насколько трагичным может быть отсутствие Духовного Отца. И мы много сказали о том, какие последствия могут быть. Я думаю, что кто-то из наших зрителей, слушая нас, рассуждая вместе с нами, задаются вопросом, а что мне сделать, как мне найти Духовного Отца? А я бы хотела, я бы хотела иметь Духовного Отца. Я думаю, что если такие мысли и такие чувства к вам приходят, то сам Бог просто касается вас, и это значит, у Него что-то есть для вас. Он думает о вас, у Него есть те люди, которых Он хочет использовать для вашего роста. Я предлагаю помолиться сейчас об этом, чтобы ваши глаза открылись, чтобы вы смогли увидеть тех людей, которых Бог уже направляет в вашу жизнь для вашего созидания, для вашего возрастания, для защиты вашей, для заботы о вас. Давайте помолимся прямо сейчас об этом. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за эти удивительные отношения, которые мы увидели между Отцом и Сыном. Господи, мы просим Тебя, я прошу Тебя, Господи, о каждом человеке, который не имеет духовного Отца в своей жизни. Приведи, Господь. Я знаю, что в этом план Твой есть, я знаю, что в этом воля Твоя есть, чтобы созидать каждого своего сына, каждую свою дочь, привести в единство веры и в познание Сына Божьего. Господи, пусть глаза откроются, я прошу Тебя, приведи, Господи, в жизнь каждого сына своего и в жизнь каждой дочери своей, которые сейчас смотрят нас, слушают духовного Отца, настоящего духовного Отца и даруй, Господи, настоящие близкие духовные отношения. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твою прекрасную волю о каждом из нас. Благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Что ж, друзья, мы говорили сегодня о духовном Отцовстве, искренне желаем вам, чтобы у каждого из вас был духовный Отец, и, может быть, когда вы духовно возрастете, и вы станете духовным Отцом для кого-то. С вами сегодня был Сергей Митянин, пастор Евгений Шакирянов, епископ Виталий Максимюк. Подписывайтесь на канал Церкви Завета, и Бог да благословит вас. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин